Как правильно выяснять отношения, как правильно предъявлять претензии, как правильно критиковать мужчину, как правильно просить повышения на работе. Кажется, вроде бы не связаны между собой темы, но прямо сейчас я вам покажу две стратегии. Одна из них будет очень вам знакома, и одна из них будет очень эффективная и очень полезная. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог и эксперт в отношениях. Итак, давай представим типичную схему, неправильную, но то, что в большинстве случаев делают девушки, и то, что в большинстве случаев ты слышала и знаешь, и понимаешь, о чем я. Итак, я прихожу к начальнику и говорю, привет, хочу больше зарплату, хочу повышения, и я как бы озвучу свое желание. Или же давай другой пример в отношениях, то, что вас больше всего интересует. Эй, а я вообще-то хочу за тебя замуж, а я вообще-то хочу более серьезных отношений, я хочу подарков, я хочу больше внимания, Коля или Саша. Знакомая ситуация, типичная, да? И просто представляете сейчас, что я эта девушка, или я сотрудник, который просит повышения, или я девушка, которая что-то от мужчины нужно, или то, что что-то она хочет. А вы представляете себе на месте мужчины или начальника. Ну вот уже в первой ситуации вы уже себе представили. Просто прислушайте к своим ощущениям, прислушайте к своему состоянию, как вам хотелось бы отреагировать, есть ли искреннее желание там что-то делать или нет. Просто пока отслеживаю ощущения. Кстати, более подробно о том, как правильно взаимодействовать с мужчиной, как с ним разговаривать, как его правильно критиковать, как правильно поддерживать мужчину, при этом не зацикливаться на мужчине, а чтобы первая буква алфавити была «я», то есть ты сама, да? И чтобы ты управляла своей жизнью и не зависела ни от мужчины, ни от курса доллара, ни от президента, а ты была автором своей жизни, при этом не превращаясь в строгую госпожу, это мы подробно разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина и честная инструкция». Прямо сейчас под видео кликай по кнопке и успей записаться бесплатно. А теперь вторая ситуация, очень эффективная. То, что ты можешь проделать прямо же сегодня или даже завтра, или в дальнейшей жизни. Давай начнем с начальника. Я подхожу и говорю, здрасте, дорогой руководитель. Первое, знаете, я хотел с вами поговорить, и первое, что я хотел сказать, спасибо. Спасибо за то, что у меня такая работа, которая мне нравится, мне нравится здесь, она потому, потому, потому. Спасибо вам, как руководителю, за это, это, это очень для меня ценно. И знаете, я хотел бы также понять, да, какие минусы во мне есть, какую обратную связь вы мне дали бы как сотруднику, какие у меня есть минусы, слабые стороны, какие есть плюсы, да, в чем мои сильные стороны как сотрудника, да, как профессионала в той сфере, в которой я тружусь. И что мне нужно докрутить, улучшить? Мне важно ваше мнение. Чем теснее со мной вы будете, тем будет лучше для меня. Особенно мне интересуют мои минусы, что не нравится. И представьте, этот руководитель начинает говорить, плюсы вот такие твои, а минусы? Ты безответственный, ты не выполняешь задачи, ты вообще для галочки делаешь дела. Ты, 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 ты. И после этого я говорю, понял, хорошо услышал. А представьте, этого бы разговора не было. И, например, мне сыпется список претензий, например, на меня список минусов. А представьте, этого всего не было, и я сразу говорю, а слушайте, я хочу повышение зарплаты. А начальник обо мне такого мнения, например, справедливого или несправедливого. А я это не спрашиваю, я просто говорю, а я хочу вот это. Как начальник отреагирует? Ну, как-то, наверное, у него не будет желания меня повышать или повышать мне зарплату. Правильно? Потому что у него есть куча претензий ко мне. Или давай представим хороший вариант. Он говорит, слушай, все круто, да, вот есть вот такие штуки, Есть нюансы, которые нужно докрутить, они вот такие, вот такие. Я говорю, окей, я понял. Еще у меня вопрос к вам. Скажите, а как я могу зарабатывать больше денег? Насколько это вообще в принципе возможно? Насколько вообще в принципе возможно повышение? Насколько вообще возможно зарабатывать больше денег? И я хотел посоветоваться с вами, что мне нужно докрутить, что мне улучшить, в чем мне нужно вырасти, чтобы у меня была возможность иметь лучшую должность или была возможность зарабатывать, например, на 30, 50 или на 100% больше, или на сколько-то там, и на сколько это вообще возможно. И видите ли вы это вообще во мне. И чем честнее вы будете со мной, тем будет лучше для меня. Заметьте, я не требую. Я говорю, я хочу, ты мне должен. Я спрашиваю, я интересуюсь. И заметьте, я веду диалог очень спокойно. И отслеживайте свою реакцию, если вы были на месте руководителя. А теперь примерно отношениях. Я прихожу и говорю мужчине, да, я женщина, прихожу мужчине и говорю, я хочу за тебя замуж. Ты должна мне жениться. Отчего ты мне не даришь подарки? И давай представим ту ситуацию, когда у мужчины куча претензий к ней. У него много чего в ней не нравится. Какая его реакция будет? Он скажет, ну не дам, он как-то будет уходить от разговора. Он не будет идти на контакт. Или представь другую ситуацию более эффективную. Я прихожу и говорю, Саш, слушай, спасибо тебе как мужчине за то, что ты для меня делаешь. Вот это, вот это, вот это. Спасибо тебе за то, за конкретно я описываю ситуацию, за что ты как женщина благодарна этому мужчине. Второе, я скажу, слушай, ты классный мужчина, потому, потому, потому. То есть я с этого начну. В следующий момент я скажу, Саш, а скажи, пожалуйста, а какие ты во мне видишь минусы, как в женщине? Что бы ты хотел, чтобы я улучшила в себе? Знаешь, мне бы хотелось, чтобы наши отношения были лучше. И я понимаю, что мне есть много над чем работать. Я понимаю, что я как бы вроде бы стараюсь как лучше, но наверняка я где-то косячу. И мне важно, вот чем честнее ты скажешь для меня, тебе будет лучше для меня. Что мне в себе нужно доработать? Что мне в себе нужно улучшить? Что не так? Фигура, волосы, голос, спорю, может быть, где-то повышаю голос, может быть, где-то недостаточно заботливо, или может быть, где-то наоборот много давлю, излишне требую к себе внимания, или наоборот, слишком я холодная. Дай мне, пожалуйста, честную оценку мне, потому что для меня это важно. И он дает какую-то оценку. Дальше я говорю, слушай, а скажи, вот, знаешь, мне бы хотелось замуж, мне вообще интересно твое видение. Я хотел с тобой поделиться. Мне кажется, что было бы круто, если бы нас было вот так, вот так, вот так развивалось дальше. Но я понимаю, что это лишь мое мнение. Мне интересно, как ты смотришь на дальнейшие вопросы. Знаешь, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы нас было вот так, вот так, вот так, но, наверное, я где-то косячу, и, наверное, сама этому мешаю. Скажи, насколько это вообще реально? Или, может быть, ты мне скажешь, что я что-то фантазирую, да, я там чего-то додумываю, я хочу слишком многого. Скажи, как есть, да, насколько это вообще возможно, и что мне для этого можно улучшить. И я понимаю, что ключевое, чтобы ты был счастливее. Мне хочется, чтобы больше счастья было. И перед тем, как от тебя что-то требовать и просить, мне важно понимать, где я косячу. То есть, какая суть? Я не прихожу и не требую сначала. Я не прихожу и не говорю, ты мне должен. Сначала я выясняю, вообще, как мыслит человек, как он вообще смотрит на меня. И вообще, какое у него ко мне отношение. Но я не задаю общий вопрос, а какое тебе ко мне отношение. Это неэффективный вопрос мужчине, как ты ко мне относишься, или, а ты видишь наши дальнейшие отношения. Просто задай мужчине вопрос о своих минусах. И ты поймешь, как к тебе мужчина относится. Если он скажет, например, ты со мной споришь, ты давишь, ты требуешь внимания. Ты, блин, звонишь мне каждые пять минут. Или наоборот, ты холодная стерва, неблагодарная. Только какой уже смысл спрашивать вопрос, на какие у нас отношения. Если он чувствует себя, там, каким-то по отношению к тебе. То есть, этот вопрос более понятен мужчинам. Когда вы мужчине задаете вопрос, а какие у нас отношения, это непонятный мужскому мозгу вопрос. Вообще непонятный. Следующий момент. Конечно же, часть из вас наверняка вы возрите и говорите, Ярослав, ха-ха-ха. Какой ты просто капитан очевидность. Я уже пробовала выяснять свои минусы. И мужчина мне отметкивался или посылал, он вообще не хочет со мной разговаривать. А здесь тогда ты упустила важный момент, который называется открытость и близость. Если в ваших отношениях нет диалога открытого, спокойного, понятного, без негатива, без агрессии. Значит, это вы как-то создали это. В данном случае, это ты в том числе как-то в эти отношения вступила. Ты как-то на них влияла. Ты их как-то создала. И, конечно, мне сложно представить счастливые, нормальные отношения, когда нет близости. Что такое близость в моем понимании? Это когда я могу говорить о себе любые вещи, и я не буду осужденным за них. То есть я могу тебе сказать, знаешь, у меня родители там били, ставили на гречку. И знаешь, я сейчас на тебя кричу, потому что у меня с мамой плохие отношения. И вот такие ситуации вызывают у меня агрессию. Я понимаю, что если я это скажу, ты не скажешь, ой, какой ты плохой, Ярослав, у тебя плохие отношения с мамой. Какой да ты вообще плохой. Пойди там, поработай там с кем-то там, прокачайся. А я понимаю, что меня услышат. Меня примут таким, какой я есть. И, скорее всего, если в ваших отношениях нет близости и открытости, скорее всего, у тебя и с родителями не было близости и открытости. Скорее всего, у твоих родителей не было близости и открытости между собой. Скорее всего, у ваших детей, если они есть, нет близости и открытости и с мамой, и с папой одновременно. Может быть, есть близости и открытости с мамой, но нет близости и открытости с папой. Если мужчина не идет на контакт, то изначально нужно воссоздать эту близость и открытость. Но многим кажется, что эту близость и открытость нужно воссоздать, опять же, давя на мужчину, критикуя, требуя от мужчины чего-то. Нет, так это сделать не получится. Это получится сделать только лишь постепенно, когда мужчина поймет, что он перестал быть осуждаемым, критикуемым, непринятым таким, какой он есть. Давай представим девушку с, скажем так, темным прошлым, например, которая работала стриптизершей. И это когда, вот представь, ты можешь поделиться этим с мужчиной, и он тебя за это не осудит. Он скажет, слушай, я тебя понимаю, наверняка у тебя был такой этап жизни, я тебя понимаю, я понимаю, что ты хороший, в принципе, человек, но тогда тебя там жизнь заставила. Я сейчас понимаю, что ты другая, я тебя принимаю такой, не осуждаю, в ссорах не припоминаю тебе и так далее. Вот это один из принципов принятия открытости. А что не является принятием, что не является близостью, как можно разрушить близость? Вот как можно разрушить близость с ребенком своим, знаешь как? Представь, приходит ребенок со школы и говорит, мам, ты знаешь, я прогулял урок, а меня учительница перед всем классом выставила и оскорбила, и унизила, просто унижала меня словесно. И знаешь, что маме нужно сделать? Маме нужно осудить ребенка за прогул урока. И что ребенок какой у вас сделать? Что с мамой быть открытым нельзя, потому что за мою открытость, когда я с мамой честен, мама меня осуждает. Да, есть страх, что меня осудят и будут критиковать. Поэтому я выбираю больше не быть с мамой открытым и близким. Почему? Потому что я больше не вижу в маме союзника. Не вы, что я плохой, а потому что у меня есть факты. Так вот, если у вас нет близости и открытости, тоже задай вопрос. А когда были факты в твоей жизни, когда ты свой мужчину осуждала за правду? Критиковала за его правду. Осуждала, критиковала, высмеивала. Не принимала его таким, какой он есть, в его открытости и близости. Да, это глубокая тема. Да, понятно, что я постарался в течение нескольких минут как-то дать некую инструкцию, которую вы уже можете использовать. Да, конечно, к моему любому слову можно придраться. Да, конечно, мое любое слово здесь можно перековеркать. Можно придраться. Может, хоть это не работает. Важно понимать, дорогие зрители, у меня нет цели кого-то переубеждать. И если ты считаешь, что мужчина мудак, это твое мнение и ты права. Если ты считаешь, что все в жизни возможно, я автор жизни и все получится, ты права, я тебя в этом поддерживаю. Моя задача не переубеждать тех, кто со мной спорит. Моя задача быть полезным для тех, кто открыт, для тех, кто видит в моих видео, в моих словах, в моих тренингах, семинарах пользу и ценность для своей жизни. Если ты считаешь по-другому, ты имеешь право, найди своего учителя, который будет тебе близок. Знаешь, как говорится, если мужчина не прав, это не твой мужчина. Если учитель не прав, это не твой учитель. Более подробно, почему мужчины врут, как создать стопроцентную честность в отношениях, как создавать действительно классные отношения, которые длятся не только классного времени влюбленности, но и столько, сколько ты захочешь. Как правильно взаимодействовать с мужчиной, как понять психологию мужчин. Это мы подробно разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под видео кликай по кнопке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс. Действуй. Если для тебя это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok